Праздник Вознесения Господня Праздник Вознесения Господня Праздник Вознесения Господня что им было в его земной жизни через крестное страдание пройдя преображено благодатью воскресения, и уже в новом совершенных состоянии, в новом модусе бытия, можно так сказать богословски, возносится Господь к Отцу Небесному. А если Он туда в это общение с Богом входит, стеснейшее общение, то и мы вслед за Ним, и благодаря Ему в это общение войдем. И чтобы это стало возможным, Христос 40 дней до Вознесения, являясь учеником после Пасхи, учит их, наставляет их, как совершать таинство нашего обожжения, таинство Евхаристии, Литрудию. Эти 40 дней до Вознесения Господь, являясь апостолом, почти всегда разделяет с ними трапезу. Или хлеб преломляет, и они тогда его узнают. Или вкушает рыбу и мед, чтобы они увидели, что это не призрак, а действительно воскресший Христос телесно, вот это тело, оно вошло в жизнь вечную. Эти трапезы не проходят бесследно. Соединяясь со Христом в Евхаристии, приобщаясь к его телу и крови, апостолы сами становятся иными уже. Они становятся родными Царству Божию, и у них открываются глаза. Прямо в Евангелии мы читаем отверстие глаза, они стали понимать Писание. Они увидели пророчество пророков, смысл подлинных пророчеств. И смогли сами потом из этого опыта, из этого общения со Христом воскресшим, сами написать об этом опыте, этой жизни. Собственно, так родился Новый Завет. Христос возносится на небо, а апостолы остаются в Иерусалиме ожидать сошествия Духа Святого на них, чтобы они могли уже, облеченные благодатью Духа Святого, это научение, эти знания притворить в жизнь, чтобы наша Церковь стала действительно местом, где человек с Богом встречается с Христом воскресшим. И через эту встречу выходит из времени, выходит из этой суеты, из этих страстей, из тоски, печали, унынии, депрессии, в которых мы очень часто живем, из этих страхов, которые генерируют наши телевизоры и какие-то социальные сети, и фобии, иногда реальных, иногда придуманных, чтобы мы вышли из этого и вошли действительно в день осьмы, в то грядущее Царствие Божие, которое уже приходит к нам через Церковь, через Таинство. Потому что каждый человек, кто со Христом соединяется в Таинство Причастия, как мы читаем в молитвах перед Освящением Святых Даров, он приобщается к Христу, родившемуся, прошедшему свой путь проповеди, зашедшему на крест, распятому, воскресшему, вознесенному и грядущему в этот мир. Поэтому мы, с ним соединившись, мы тоже в это общение с Богом теснейшие. Да, вот в то, в которое Господь вошел, мы тоже вступаем в ту меру, в которую мы готовы, в которую мы можем уместить. С Вознесением вас, люди!